Друзья, вот мы снова со старожилом, с местным жителем Алексеем Владимировичем Овинниковым оказались на улице Пионерстроя, чтобы посетить знаменитый квартал номер 28, построенный где-то в первой половине 70-х годов. И вот здесь вот мы обнаружили не только уникальную архитектуру, которая на основе серии ЛГ-600, так называемый корабль, получила в плане вот такую многогранную геометрию, но и ландшафтные решения. Вот Алексей Владимирович обнаружил тут аж трехуровневые вот такие вот террасированные ландшафты с ситуацией отделкой бетонными плитками, асфальтом, хорошим зонированием клумб и прогулочными зонами. Посмотрите, все это сделано, причем из моздреватого туфа, известняка. Также, друзья, уникально, конечно, это центральное соединительное треугольное ядро жесткости, которое соединяет сразу три секции под углом 120 градусов. Мы уже с вами делали обзор на него, но вот на мой взгляд, самым удивительным, что меня сегодня поразило, это монолитное бетонное перекрытие в виде вот такой вот пилы, которая закручивается, да? Смотрите, вот здесь вот широкая балка идет только в этом направлении, а в этом лучевом нет. Здесь оно идет сюда. Посмотрите, это монолит, представляете, с начала 70-х годов. Время, когда был абсолютно жесткий курс Компартии на чисто сборную архитектуру для скорейшего решения жилищных проблем советских граждан. Но, тем не менее, мы видим вот здесь, вот на юго-западе Ленинграда, вот такие авангардные решения. Посмотрите, козырек, чистая консоль с выносом полтора метра, висит уже 50 лет. Ну и, конечно же, вот этот знаменитый ритм ленточных окон, столь желанный, столь современный, вот, пришедший к нам, наверное, из Южной Франции, откуда-то из Марселя. Ну а внутри вас ждет очень, в общем-то, такая дружеская среда. Сочетается это все еще и с точечными домами на берегу реки Славянки. Вот, дом, посмотрите, он фактически нас опоясывает. Но вот я был неправ, говоря, что этот дом один из самых длинных в Ленинграде. К сожалению, вот сегодня мы с Алексеем Владимировичем обнаружили очевидный разрыв, который не имеет ни арки, ни портала, ни соединительные балки. И поэтому мы этот дом единым никак считать, в общем-то, не можем. Но, тем не менее, его техническое, новаторское решение от этого нисколько не обесценивается. Посмотрите, какая нетривиальная, неортогональная геометрия. 60 и 120 градусов здесь повсюду. И вы находитесь вот в таком скульптурно оформленном, граненом пространстве. При этом это все сделано на основе совершенно типовой, в общем-то, экономичной серии. Но какими усилиями архитекторам удалось развернуть вот эти секции? Потому что, кстати, какие там комнаты, клиновидные участки перекрытия, монолитные участки. Тренировки интересны благодаря вот этого движения змейки. Скорее всего, там есть некая перегородка или стена, возможно, даже двойная, вместе грани по бисектрисе. И, соответственно, вот эти две прилегающие большие комнаты, вот мы видим широкими окнами, да, они, конечно же, сужаются. И сужаются до довольно-таки малых размеров. И остепление по фасаду идет, оно с перепадами где-то узкое линии, где-то более широкое? Я задавал вопрос архитектору, одного из соавторов этого дома в свое время, и я спросил его, зачем в ЛГ-600 вот этот вот уступ? Потому что у Пала Сергеевича Кулакова на улице Олега Дудича тоже есть этот уступ. И мы даже завтракали в 2009 году. Я пережил, что такое завтрак около этого уступа. И я скажу, что психологически это очень дает. Если ты сидишь за стандартным столом 75, то вот эта высота 90 и 100. И ты сидишь как ребенок, как бы психологически, очень подавляет. Я бы сказал, что это удобно для устройства барной стойки. Вот это было бы идеально, да? Барная стойка в окнах. Как раз ты стоишь и ты видишь, и ниже тебя окно не нужно. Но в ситуации того, что бары считалось ищением западной культуры, советские граждане не должны были пользоваться барами, то эти вещи... Скорее, это на прием именно визуальной, визуальной, визуальной композиции. Алексей, он мне просто убил на пол. Я тоже зачем? Какая пуская? Я ожидал, что там будет гениальный... Гениальный... Какой-то гениальный ответ, который будет для красоты. Который завязан на планировку, да? И на организацию внутреннего образования. А, нет, чудо не произошло. Ну что ж, друзья, вот такое наше осеннее путешествие по улице Пионерстроя, замечательному кварталу номер 28 в Сосновой поляне между Ветеранов и Петергофским шоссе. Юго-запад Ленинграда. Расцвет советского модернизма, друзья. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok